Большая толпа стоит чуваков, я даже представить не могу. Меня вот так здесь окружили. Трагедия не случилась. А здесь драки. Серьезные такие люди. Ну все, сейчас будем расставаться. Приехали в город Иннаболу. Ну так вот со стороны смотришь, как будто бы штуку большое. И снова такое интересное расположение. Вот прям дома, а вот море. Несветно людям просто повезло. Поселиться здесь. Ну еще самое главное, чтобы окна, конечно, выходили вот на эту сторону. Тогда будет прям замечательно. Ладно, самое главное, что весь день впереди. Мы рано выехали, уже поели. И все самое интересное на сегодня только впереди. Я даже представить не могу. И вы, соответственно, тоже даже представить и вообразить не можете, что сегодня случится. С кем придется познакомиться. И что я узнаю нового. А может быть ничего нового не узнаю. Весь день пройдет просто пустую. Но, конечно же, хочется верить в то, что будет очень интересный день. Вот такой вот мужик, такой водитель. И еще привез меня в интересный городок. Ладно, что, пойдем дальше. Калайгаси. Не пойму, почему столько машин стоит. И с этой стороны, и с этой стороны. Сейчас хочу подойти к морю и посмотреть, может, там рыбаки или просто отдыхающие. Сегодня будние дни. Черное море. Привет. Ну, как бы мы и не прощались особо, но все равно новый берег. Прикольно, что в таких маленьких городках люди... Нараба. Нараба. Такие в развалочку, неспешные. Никуда не торопятся. В сравнении с большими городами там все бегут куда-то. Спешат. Здесь даже машины, смотрите, как медленно едут. Никто никуда не торопится. И вон то, кстати, здание похоже на производство катеров или лодок, может быть. Может, больших прям очень лодок. Не знаю, что за здание. Похоже на какую-то администрацию. И здесь просто домик стоит. Интересный, непонятный домик. Нараба. Похоже, это центр. И фонтанчик. Можно попить воды. У нас закончилась водичка. Еще здесь интересная урна. Но я прям как посмотрел на нее, сразу мне не понравилась эта идея. Почему? Ну, это типа ты мусор в дом закидываешь. Зачем? Может прогуляться по улочке. Нравятся вот эти грузовички мне у них. Интересно, это турецкое производство? Наверное, турецкое, потому что везде их много. Маленькие улочки. Можно остановиться и попить здесь чай. Атмосферненько. Интересно. Да, вот здесь прям. Нараба. Чай? Бир чай? О, здесь. Нараба. Мужички в карты играют. Дядечка газеты читает. Такая прям местная, местная чаевня. Посижу, понаблюдаю за городом, за людьми вообще. Попил я чаек, сейчас меня вот так здесь окружили. Взяли инстаграм, взяли ютуб, подписались. Чаем угостили. Чай стоит 2,5 лиры всего лишь. Это самый дешевый чай, который я, наверное, встречаю. Ну, что, я беру сейчас свой рюкзак и погнали дальше. Я хотя немножечко всего в город зашел, но ладно. Надо торопиться, потому что впереди еще много всего, а дорога будет длинная и сложная. Так, ну все. Тешекю рэдери. Бай-бай. Бай-бай. Нормас. Добытчик. Че, получится у тебя забраться? Интересно думать о том, что вот я сейчас зашел просто попить чай. Они меня угостили чаем, 2,5 лиры. Но я им дал гораздо больше эмоций. Как бы я не к тому, что там, типа, чай, не чай. Я к тому, что, блин, просто они сидели сейчас, жили своей жизнью. И здесь заходит какой-то чувак вообще непонятный с рюкзаком. Там они посмотрели, о, на ютубе столько подписот, и нифига. Давай вопросы задавать что-то. Ну, короче, я разнообразил их жизнь. И теперь этот день будет особенным, 100%. Газеты печатают. Давайте, мужики, меня печатайте в свою газету местную. Это офис. Офис. Неболу. Неболу. Гузаль? Макба. Гузаль еще. А, печатный станок здесь. Макба. Коксу газета. Офис. Офсет. Офсет. Вау. Беринжи и таный бенбак. Бул макины. Коксу газа. Коксу газа. Угу. Такой маленький офис, мужики, газету местную делают. А, а что она прозрачная? Это матрика, кстати. А, переводят сюда на бумагу. Нормально, мужикам новость сделали. Они мне сделают сейчас новость. Будем фотографироваться. С рюкзаком говорит, пойдем фотографируемся. Вот сюда, чтобы было имя Болу. Видно, наверное. В. Вурда? Вурда. Вурда да гай. Вурда. Нормоз. Так, сейчас. Короче, нафоткались на этом фоне. Ну, ждите новостей. А, Москва. Нифига, Иноболу. Встречайте кузен-влог в Иноболу. Теперь начнем и закончим. Мужики угощают меня кофе здесь. Я просто вообще подумал, что надо бы попить кофейку, потому что сегодня еще не пил, только чай. И они нашли. Пошли, сходили, принесли пакетик капучино. Вот. Спасибо. А ты должен? А ты должен? Сидим, общаемся сейчас. Я рассказал о себе. Уже второй день что-то новенькое. Вчера производство лодок. Сегодня газеты, печатные станки всякие. Прикольно. Говорит, пойдем я тебе сейчас покажу старую печатную машинку. Вот. 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 Италия. Да. Вот. В зеркальном. Италия. Италия. Вот так вот сидели, собирали текста и печатали газеты. Кропотливый такой труд. Очень-очень. 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 У. У. У, ничего не вижу. Йог бак. Аликем. Аликем, салам. Аликем, салам. Аликем, салам. Аликем, салам. Супер вообще. На улице одни мужчины, женщин практически не видно, молодых особенно. Есть женщины, только взрослые, все в платках. Далеко не Анталия, далеко не Стамбул. Все сидят, пьют чай, сидят и смотрят, как люди ходят по улицам. На меня сейчас очень много внимания, конечно же. Что это за диковина такая, зашла к нам в город, гуляет и какую-то непонятную штуку держит в руке. Что это такое вообще, потому что многие не понимают, что это камера, постоянно спрашивают, что это у тебя такое. Выхожу из Анеболу, слева от меня здесь всякие такие портовые дела, корабли, краны. Что мне до Синопа, 150 километров осталось. Вот, приятно, приятно, что я останусь в истории этого города. Круто. Будем ждать газету. Пошлите. Ну, там впереди еще что-то осталось. Но, наверное, вон там, где дальние машины едут. Сейчас до туда дойду и буду тормозить. Начинаю тормозить. Сколько у меня это времени уже нет? Какой-то тенек. Я думал, здесь тенек будет. Можно встать здесь. А то я уже весь обгорел, и солнце прям давит вообще. В общем, вот что мне. Вот эти, блин, опасные штуки вообще электрические. Вообще не слышны. Вот это мне надо. Мне надо перекусить. Я просто злой, но никто не останавливается. Уже время обед. Я еще не обедал. Пойдемте посмотрим, что здесь есть. И снова на берегу моря. Пожалуйста. Что, почем узнаем. Я бы вообще суп с удовольствием поел. Уже давно не было супа. Нараба. Чарба варма? Чарба. Чарба. Суп. Йок? А. Тост за 25. И чай возьму еще. И еще второй этаж есть. Получается, даже это третий уже этаж. Терраса. Там, где я буду сидеть. О, а вон там пляж. Люди купаются. Не хочу купаться. Не сейчас. Ну вот, мы даже не только сэндвич, а сэндвич с сыром. Просто там нет колбасы. На изображении там была колбаса. Но зато есть картошечка. Фри. Чай. Приятного аппетита. Афи Толсон. Знак ремонтной дороги. Смотрите, как все красиво изображено. Человек прям что-то разгребает кучу. Да, здесь дорога так себе. Ну, в общем, что я понял. Самое главное подальше уйти от населенного пункта. И здесь люди уже чуть по-другому относятся. Более охотнее тормозят. Потому что... Ас. Чуть-чуть прям меня дядечка провез. Наверное, километров пять. И здесь как-то уже полегче все приходится. До этого ждал, ну, час-полтора, может быть, точно ждал. Ну, все, два километра еще плюс. Пойдем дальше. О, хороший человек. Помахал мне сам рукой. Увидел. Раба. Буил? Так. Чего взяли? Тысяча килограмм. Водитель такой... Водитель работал в России. Берил. Один год работал в Санкт-Петербурге. И на русском сейчас... Как тебя зовут? И говорю, Али. Али? Как Али? Я Али. Все, едем. Жаришка. Каждый день прям ближе к обеду. После обеда жара невыносимая. Если стоять, то только в тени нужно стоять. Потому что без тени можно и удар какой-нибудь словить. Это точно. Санкт-Петербурге. Я счастлив. Я сегодня, мне кажется, прошел больше, чем проехал. Говорю водителю, что никто не останавливается. Он говорит, местные не останавливаются. Он говорит, Мухаммед. Мухаммед. Али. Он говорит, да, местные не останавливаются. Я вот с Эрзурума остановился. На самом деле. Потому что до этого машина была... Водитель был из Аданы. Сейчас Эрзурум. А местные ни в какую вообще не хотят. Странные люди. Другие люди. Совсем другие люди. Ладно, поехали. Сколько-нибудь проедем. Но если водитель едет до Эрзурума, то... Ну... Мне на самом деле все равно. Мне просто вперед-вперед быстрее бы выехать на нормальную дорогу. А нормальная дорога начнется только после Синопа. До Синопа еще 120 километров. Вот. А там я помчусь на всех парах. Сейчас главное преодолеть вот эту дистанцию. Плохой участок дороги, серпантин. Ну и другие люди. Их тоже надо преодолеть. Температура. Жарко на улице. Очень жарко. Машина старенькая. Не справляется. Араба? Исми? Картал Туфаш. Туфаш? Картал. 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 Сейчас вообще чуть трагедия не случилась. Просто вот дорога вот так со склоном. И пацан вылетает, и прямо перед нашим капотом проносится. Сзади летит машина с большой скоростью. Еле как обгоняет нас. В общем, вообще, ну, чуть трагедия не случилась. Чуть пацана не сбили. Дурак пацан. Просто вот так вот пролетел по дороге. Хорошо, что мы не быстро едем. Вот спокойно едем. А сзади, если бы не мы ехали, а другая машина ехала здесь, машина носится. Проезжаем поселок Мухаммеда. Даже не поселок, а дом говорит, я тебя чуть подальше подкину. Вот. Но он прям до сих пор в шоке. Пацан вообще. Дурачок, дурачок. Мухаммед говорит, сейчас через 3-4 километра, я не знаю, подвезет он меня, не подвезет. Будет какая-то стоянка, где можно там палатку поставить, еще что-то. Ну и там город будет вообще. Мне нужно какие-то продукты взять, наверное, вот, разместиться. Мне кружку надо купить, мне надо купить кружку. Уже восьмой день идет, я не могу купить кружку. Чатал сейтин. Чатал сейтин. Ничего не понял. Еще кружку, мне вот дядя решил помочь. Смотрите, нифига себе, Ижак. Блин, Ижак, это что? Это планета, а у меня был Юпитер. Прикольно. Вроде бы где-то мне уже второй человек. А-а-а, Эвет, 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 Эвет. Курда? А, Капалы. Магазин рыболовства и охоты закрыт. Безуспешный какой-то день, я за сегодня проехал. Сколько? Ну, 60-50 километров, наверное. В общей сложности. Притом, не считая того пути, что изначально мы проснулись и 30 километров с утра уже проехали. И потом я проехал около 20 километров. Облазил весь город. И вот уже на улице темно. Скоро будет. Вообще нет металлических стаканов, кружек. Что за дела, блин? Просто иду вперед, к тому, ко всему, ко всему, к тому, ко всему. Здесь, видите, такой берег весь перекопанный. Везде идет большая стройка. Все чистят, разгребают. И мне это не подходит. Ну, хочется, разумеется, у моря остановиться. Туда куда-то уходить не очень. И везде вот эта пыль. Все, смотрите, здесь тракторами все расчищено. А я просто пойду вперед. И как только встречу подходящее место, расскажу вам. Большая толпа стоит чуваков. Там полиция все окружила. Короче, ну полицию в Куртии нельзя снимать, поэтому... Ну, и мне здесь нехер делать. Приехал, решил соседний городок приехать, чтобы подобрать место получше. А здесь драки. Так, куда я приехал? Я приехал в Тюркели. Тюркели город называется. Вот здесь пляжик какой-то небольшой. С другой стороны лес. Полтора километра. Полтора километра идти. Так, не пойму, где дорога. Там дорога. Интересно, что в 10-15 метрах отсюда мечеть. Читают Азан. А здесь драка. Вот это интересно. Вот уже все подобные магазины обходил. Единственное, что можно найти, это вот такие турки. Вот. Или вот такие вот штуки. А, ну это тоже турка. Блин. Гузель бардак, фокат. Бенвар газ. Газ. Источек. Газ. Газ. Алиминьем бардак, где? Барф. 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 Барф умер. Барф. Алиминьем бардак. Здесь порты, и на берегу стоят жилища рыбаков, в которых они живут, как мне кажется, семьями, потому что там и дети, и женщины ходят. Я не знаю, то ли это на постоянной основе жилье, то ли чисто сезонное, летнее. А вот там в шезлонге пляж, круто, но меня все-таки беспокоит содержимое моего рюкзака, безопасность содержимого моего рюкзака, поэтому я хочу все-таки уйти куда-то подальше. Что-то снова я промахнулся, я сейчас ушел, здесь высокий спуск, невозможно спуститься. Может быть, Женя с Аней спустится, я нет. Но зато с обратной стороны дороги много, достаточно много места, где я могу расположиться, и оно все свободное, хотя нет, вон там что-то, какой-то домик в деревьях, но все-таки здесь куча места. Ну, теперь нахрена, если здесь весь пляж пустой, я хочу у пляжа остановиться и хочу помочить ноги свои в морюшке, наконец-таки. Yes! Я дошел до дороги, спуск вниз. О, супер! Огромный камень как раз под мою палатку. Вон, смотрите, ровная, ровная плита. Да, ну, практически, конечно, может, не на всю палатку, но почти на всю. Нормально я расположился, не стал сегодня палатку даже накрывать дождевиком, и у меня просто вот такая сеточка сегодня будет над моей головой, и вид просто шикарный. Здесь Млечный Путь, к сожалению, вам его не будет видно. Ни с какой техники не будет видно, даже если я сейчас фотик достану, все равно будет засвет, потому что недалеко город, и постоянно ездят машины. Слева от меня море черное, справа от меня горы, сверху Млечный Путь. Буду спать здесь, замечательное место, давайте, всем спокойной ночи, до завтра. Завтра будет много приключений, я надеюсь. Сегодня день был, если честно сказать, ну, так себе. Ничего интересного не произошло, проехал мало. А, ну, меня в газете напечатали сегодня. Не напечатали еще, чуть позже напечатаю. Как-то я даже подустал, вроде бы ничего особенного, но подустал. Сейчас лягу и буду слушать вот это вот все. Ну, и вы немножко послушайте тоже. Доброй ночи. Вот и сказочке конец. А кто смотрел и слушал, молодец. Если еще не успел поставить лайк, то самое время, ты можешь его поставить там. Обязательно подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А здесь ты сможешь посмотреть видео о других плейлистах, которые ты ранее, возможно, еще не видел. Всем на связи. Пока.